Субботний покой И перед началом нашего служения я приглашаю вас помолиться. Давайте сейчас преклоним наши головы и обратимся к Богу. Дорогой Всевышний Бог, мы благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за то, что Ты у нас есть, за Твою любовь, терпение, за то, что Ты каждый раз оберегаешь и благословляешь нас. Открой наши сердца сейчас и помоги нам полностью пребывать вместе с Тобой. Иисус, мы просим все это во имя Твое. Аминь. Дружба верная, радость полная, Только под рукой Всевышнего. Мир течет рекой, дух ликует твой, Только под рукой Всевышнего. Только в Боге Не устрашусь я ничего Только под рукой Всевышнего. Только в Боге Только под рукой Всевышнего Только под рукой Всевышнего Не боюсь врага Не боюсь врага, под защитой я, Только под рукой Всевышнего 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 Да будет имя Господне благословлено Отныне и вовек. От восхода солнца до запада Да будет прославляемо имя Господне. А сейчас после таких прекрасных слов Давайте объединимся в общий гимн И прославим нашего Бога. Боже да будет воля Твоя Твоим сосудам сделай меня Что перестроил волю мою Перед Тобою с верой стою Боже да будет воля Твоя Проверь и следуй всего меня Снега белее меня в огонь Даруй смиренье ваш и покой Боже да будет воля Твоя Скорби отсюду сердце я свят Тверкости силу ты мне Спаси по милу царь всей земли Боже да будет воля Твоя Да знают люди сущность бытия Сердце так жаждет духом двойным Чтоб видел каждый Твой образ во мне Доброе утро Доброе утро, дорогие зрители, дорогие наши братья и сестры Я сердечно всех вас приветствую Светлым именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа На нашем заключительном уроке по изучению Библии в этом квартале Наше пособие называется Божий Завет и Его Обетование И тема предложенная нам сегодня для изучения Озаглавлена Жизнь в Новом Завете И как вы уже наверняка догадались Мы будем сегодня вместе подводить Некоторый итог изученному материалу Памятный текст нашего урока записан в Евангелии от Иоанна в 10 главе 10 тексте Иисус сказал Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком Этими словами наш Господь в очередной раз охарактеризовал цель своего прихода на землю А именно спасение грешного человечества от смерти для жизни вечной Спасение, дарованное Иисусом Христом, проистекает из божественного плана искупления Предназначенного еще прежде бытия мира Этот план охватывает прошлое, настоящее и будущее И завет заключаемый с Богом играет важнейшую роль в этом плане искупления Так как без завета или вне завета с Богом Грешный человек не может обрести благословение жизни вечной Слово завет в Библии используется для обозначения того, что связывает две стороны А именно Бога и человека И завет спасения, предлагаемый Богом, это всегда завет благодати Который ожидает от людей отклика веры и послушания Богу Тогда, когда Израиль в прошлом забыл Бога Перестал соблюдать Божий закон в рамках взаимоотношений завета То принцип завета был нарушен и он утратил силу Когда это произошло, возникла необходимость заключить новый завет При этом Бог не изменился, как и не изменилась сама цель завета Цель нового завета заключалась в формировании спасительных взаимоотношений с Богом Без которых невозможно послушание веры В свою очередь, послушание веры Это Божья воля, воздействующая на свободную волю человека И побуждающего его соблюдать Божий закон в рамках взаимоотношений веры Некогда в прошлом пророк Иеремия записал такие слова «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом Книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 33 текст А теперь давайте поразмышляем с вами над тем, для чего человеку необходимо новое сердце И какие изменения происходят в жизни тех, у кого появляется новое сердце Именно тогда, когда в ответ на наше покаяние и обращение к Богу Господь меняет или трансформирует наши сердца, происходит то, о чем пишет апостол Павел в послании к эфесянам Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом И чуть далее Ибо мы Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять Это записано в послании к эфесянам, 2 глава, 4, 5 и 10 тексты Когда Господь меняет или же оживотворяет наши сердца, то неизменно появляется желание делать те дела, которым призывает наш Господь и Спаситель Иисус Христос В результате этого меняется сама наша жизнь Мы становимся новым творением, новыми людьми, с новыми желаниями, мыслями и целями Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, пишет Павел, а живущие по духу о духовном Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир И здесь же чуть ниже он говорит А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас То воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас Это послание апостола Павла в Рим, 8 глава, 5, 6, 10 и 11 текст И вот здесь давайте мы задумаемся с вами над следующими вопросами Хотя окончательное исполнение обетования Завета является вечной жизнью в обновленном мире Означает ли это, что мы не можем наслаждаться благословениями Завета сегодня? Что подразумевает благословение Завета помимо обещанной вечной жизни? Завет с Богом Завет с Богом – это не просто какая-то сделка, в результате которой мы что-то делаем и приобретаем за это вознаграждение Завет с Богом – это прежде всего открывающаяся возможность взаимоотношений с Ним Следовательно, вознаграждение Завета заключается не только в обретении жизни вечной в будущем Что само по себе, конечно же, является величайшим приобретением Но прежде всего во всех тех благах, которые открываются нам в результате взаимоотношений с Богом в настоящем И это, конечно же, все те многочисленные библейские обетования, данные верующим людям для настоящей, сегодняшней жизни И одно из них записано в послании апостола Павла в Рим в 8 главе 1 тексте Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу Это библейское обетование, дарованное всем людям, находящимся в Завете с Богом Говорит о том, что не нужно больше жить под гнетущим бременем вины И это величайшее благословение не будущего, а настоящего времени Понимание этого, конечно же, вселяет в наши сердца удивительную радость И вот здесь, дорогие друзья, давайте мы поразмышляем над следующими вопросами Можно ли испытывать подлинную радость, когда радуешься в одиночку? И что необходимо предпринять, чтобы наша радость от полученных обетований Завета стала полноценной? Однажды Иисус Христос рассказал несколько притч, в которых показал, что радость в одиночку не является полноценной Полноценную или подлинную радость можно испытывать только тогда, когда рядом есть еще кто-то, кто может эту радость разделить Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне И не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им Порадуйтесь со мною, я нашел пропавшую овцу Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет А найдя, созовет подруг и соседок и скажет Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму Евангелие от Луки, 15 глава, с 4 по 9 стих И это не случайно, потому что от избытка сердца говорят уста Эту истину неоднократно произносил Иисус в своих проповедях Поэтому верующие люди, вступившие с Богом во взаимоотношения завета И испытывающие на личном опыте эту радость от этих спасительных взаимоотношений с Богом Осознают свою миссию в том, чтобы этой радостью, испытываемой ими, делиться с окружающими людьми Ведь завет с Богом это не просто какое-то глубокое богословское понятие Но, как мы уже сказали, это прежде всего спасительные взаимоотношения с Богом Которые возможны для всякого человека, принявшего Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя Пророчества о последнем времени земной истории говорят нам о том Что земля и все дела на ней сгорят в последний судный день Но евангельская весть, передаваемая другим людям, будет иметь плод и в вечности Пусть же Бог мира, воскресивший из мертвых кровью вечного завета Господа нашего Иисуса Христа Пастыря великого его овец Да сделает вас во исполнении воли своей сильными на все доброе И да совершит в нас все угодное ему через Иисуса Христа Аминь Помолимся Богу Наш Отец Небесный Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за дар спасения и жизнь вечную Которую Ты даруешь нам по вере нашей Господи, молим и просим во имя Иисуса Христа Сохрани нас во взаимоотношениях завета Даруй нам, Господи, силы свыше для победоносной христианской жизни И еще более просим Благослови нас в том, чтобы мы могли засвидетельствовать о вере своей Людям, которые еще не познали Христа как своего Спасителя И которые еще не испытали этой радости От спасительных взаимоотношений со Христом Мы вверяем себя в Твои любящие руки Божие И благодарим за услышанную молитву Бога Отца, Сына и Духа Святого Аминь Будьте благословенны, дорогие братья и сестры С Богом На территории студенческого городка Венесуэльского адвентийского университета Происходит кое-что необычное и увлекательное Студенты и преподаватели теологического факультета Хотели сделать что-то, что окажет длительное влияние на людей вокруг В 2016 году они открыли Центр изучения языков Представив студентам университета возможность изучения английского, португальского и французского Изучение языков пользовалось большим спросом Мне посчастливилось увидеть рождение Центра изучения языков И разработать учебную программу курсов, которые мы преподаем Это было непросто, но при поддержке моей команды преподавателей Мы двигались вперед, исполняя свою миссию С тех пор Центр влияния развивается и набирает обороты И теперь открывает свои двери для всех желающих Многие из которых не знакомы с адвентийской вестью В течение года я преподавал английский язык в Центре Затем я стал координатором деятельности Центра В 2019 году мы приняли много студентов Которые были неверующими Поэтому мы разработали несколько стратегий Как достигать людей и делиться с ними Евангелем Центр влияния — это самый эффективный способ нести Евангелие тем, кто не знает Христа Лучше всего показать другим путь к Богу через свой образ жизни Курсы включают в себя и духовные размышления, и дискуссии, которые вызывают интерес студентов Очень важно то, что во время курса, который профессор Антони преподавал нам Было духовное зерно, которое он смог посеять в сердце каждого Курс помог мне в личном, социальном и коммуникативном развитии Духовные размышления помогли мне в моем духовном росте Я бы описала мой опыт в Центре изучения языков Как возможность, которая побудила меня продолжать изучать английский язык Благодаря тем ценным знаниям, которые он мне дал Я могу свободно общаться на английском языке в Соединенных Штатах В 2020 году, несмотря на проблемы, вызванные пандемией Центр влияния продолжал проводить свои занятия онлайн Их посещают 138 студентов, 16 из которых не адвентисты Этот Центр влияния будет продолжать работать над достижением сердец тех, кому еще не открылась весть Поскольку Центр продолжает расширяться, им приходится приспосабливаться к постоянным изменениям и растущему спросу Часть приношений 13-й субботы этого квартала поможет этому университету и другим странам межамериканского региона И дальше развивать служение Центров влияния Центр влияния Венесуэльского адвентистского университета Приглашает членов Церкви адвентистов 7-го дня быть щедрыми в своих приношениях 13-й субботы И поддержать развитие миссионерских проектов в этом регионе Спасибо за вашу доброту Отдать Богу первое место в жизни не всегда легко Чему мы можем научиться на примере жизни Соломона? Для Соломона все начиналось благополучно Груз ответственности перед царской короной заставило его искать мудрость Единственное, в чем он нуждался больше всего Его желание исполнилось Бог благословил царствование Соломона также богатством, здоровьем и процветанием Однако со временем мудрость Соломона превратилась в мудрствование Он использовал свой интеллект, чтобы находить рациональное оправдание нарушениям Богом установленных законов Соломон использовал принудительный труд, чтобы строить дом Господен Это казалось ему более эффективным Женился на дочерях царей соседних народов, чтобы заключать со своими врагами мирные договоры Воздвигал жертвенники богам своих жен, чтобы угодить им и сделать их жизнь комфортнее Построил себе дворец в три раза больше храма, чтобы он мог вместить всю его большую семью Бог дает законы, ведущие к долгосрочному просветанию и миру Но Соломон использовал свой ум, чтобы менять их по своему усмотрению Бог не был для Соломона приоритетом И буквально через несколько месяцев после смерти царя Израиль постигла разделение на два царства И сегодня высокоинтеллектуальные люди убедительно объясняют нарушение закона и других установлений Божьих Таких, например, как Дестина Ставить Бога на первое место Значит серьезно относиться к Его Слову во всех аспектах и следовать Ему Простота ребенка, следующего наставлениям любящего родителя, лучшее в этом смысле лекарство от краха Бог готов распахнуть двери к здоровью, богатству и процветанию для многих из нас Согласно Его планам в отношении нашей жизни Порой Бог держит дверь закрытой, чтобы наши веры и будущее не были поставлены под угрозу Верность Божия ждет от нас верности управителей Если мы будем верны в малом, Бог поставит нас быть ответственными за большее Соломон отказался отдать Богу первое место Последствия его поступка были трагичны для него и окружающих Божья любовь побуждает нас искать прежде всего Его Царство В то время как пример Соломона служит для нас сегодня предостережением Возвращая Дестины и пожертвования, мы подтверждаем приоритет Бога в нашей жизни На следующий день все играли в прятки Сначала водил Кима, а потом Глаша, потом Лелик и последней была Вита Теперь моя очередь водить Давай я буду водить Нет, я, моя очередь Дайте ей поводить, сейчас ее очередь Вита умела считать только до восьми, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться Раз, два, три Дима и Лелик спрятались на чердаке Зачем мы сюда залезли? Она бы нас и во дворе не нашла А Глаша спряталась за диваном Пойдем вниз Но время шло, а Вита не появлялась Я же говорю, что она здесь нас искать не будет Когда ребята спустились во двор, они увидели Вы случайно не видели Виту? Глашу Нет Я куда она исчезла, не могу ее найти Виту пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне Зачем ты доела этот торт? Этот кусочек был ничей Я знаю, что ничей, а почему ты нас не искала? Я вас искала Я вас искала во дворе Я вас искала дома Ясно Ребятам это не понравится А вечером уже все все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа В Египте Иосифа ожидали необычные приключения Я тоже хочу в Египет Вита хочет, чтобы ее продали в рабство Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу Молодец, Вита Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Патифару, начальнику охраны фараона А кто такой фараон? Фараон это царь Египта и бог Египта Он что, идол? На этот раз мы имеем дело с удивительной религией Главным богом египтян был их царь, фараон Человек? В это трудно поверить, но это был человек Хотя в истории были подобные случаи Например, в Древнем Риме Некоторые императоры причислялись к богам Но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте И что делал этот фараон? О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях Но сегодня мы будем говорить про Иосифа Который по воле Божией позже познакомится с самим фараоном Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед А по порядку дело было так Когда Иосифа продали начальнику телохранителей фараона Жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму Бог знал, что Иосифа оклеветали И он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа И сделал его начальником над всеми узниками И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф И вот однажды в тюрьму посадили двух царедворцев фараоновых Это были главный виночерпий и главный пекарь Иосифу поручили охранять этих людей и заботиться о них Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица? Мы видели сны, а истолковать их некому Бог дает толкование, расскажите мне ваши сны Я видел виноградную лозу с тремя ветвями Она расцвела, и цветы превратились в гроздья винограда Я взял виноград, выжил сок в чашу и подал чашу в руку фараону Вот что означает твой сон Три ветви – это три дня Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место Хорошо ты истолковал мой сон Это Бог мне дал понимание Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо И этот сон исполнился? Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет И что приснилось другу виночерпе, главному пекарю Вы узнаете в нашей следующей серии До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Железный молот Вбивают гвозди в плоть Христа Склонился низко стар и молот К подножью этого креста Прохожий Слышишь ли, прохожий, о человек Остановись, взгляни на гору, на Голгофу Распятый Бог В венце висит В венце висит Пронзили гвозди В руки, ноги Из рам текла святая кровь Никто не разделил С ним горя Никто не клал К подножью Прохожий Видишь ли, всмотрись ты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прохожий спрашивает, что случилось? И мальчик делится о том, что у него было две малетки, и когда он вытащил их из кармана, то проходящий мальчик выхватил одну монетку и убежал. Прохожий спрашивает, ты пытался кричать о помощи? Мальчик ответил, да, конечно. И что, тебя никто не услышал? Он говорит, да, никто не услышал. Ты, наверное, не можешь громко кричать? Мальчик покачал головой и сказал, да, не могу. Тогда прохожий сказал, отдавай вторую монету. Он спокойно взял прохожие вторую монету и спокойно удалился. Сегодня мне бы хотелось поговорить о несчастье. Есть ли оно вообще в этом мире, несчастье? Конечно, многие скажут, что оно есть и оно присутствует. Но мне бы хотелось сегодня порассуждать о том, чтобы мы могли как-то по-другому, может быть, ответить на этот вопрос. Есть ли несчастье в этом мире? И у нас есть уникальная история в Священном Писании, которая рассказывает о жизни Иосифа, где действительно Иосиф показан как прообраз Христа, который принял образ раба, и он поступал и жил так, как было видно о том, что Бог с ним. Он был искушен, но преодолел искушение. И ложно был обвинен и заключен в вузы. Но все равно было все ему отдано Господом в его руки. И я хочу зачитать вам стихи из 37 главы Бытие. С 26 стиха мы читаем следующие строки. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измолитянам, а руки наши, да не будет на нем. Ибо он брат наш, плоть наша, братья его послушались. И когда приходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа. Измолитянам за 20 серебряников, и они отвели Иосифа в Египет». Действительно, когда читаешь эту историю, то как бы существует все-таки несправедливость. Ну, хочу подчеркнуть следующий момент о том, что тот, кто приобрел Иосифа, кто купил, он сделал очень выгодную сделку. Потому что есть такая пословица «Благочестивый человек ценится дороже жемчуга». И здесь, в этой истории, мы видим, как Господь готовит людей к тому, что Он намерен осуществить через них. Поэтому Господь, Он благословляет тех, кто послушан плану Божьему в жизни человека. И все Он делает для того, чтобы человек начал выполнять свое послушание в тех незначительных делах, которые Господь ему предъявляет. И если действительно человек будет непосредственно в этих малых делах совершать свой энтузиазм, рвение, то усердие, которое Господь ему будет даровать, то плюс Божие благословение, и будет успех в жизни человека. Иосиф, он имел мудрость и благодать от Бога. И это невозможно отнять у человека, потому что именно Господь дарует вот эту целомудренность и рассудительность. И, может быть, в жизни человека произойдет так, что он будет разлучен со своими близкими, но с Богом никто его не разлучит. И вот в книге Римлянам, в 8 главе, мы читаем такие строки. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». И действительно, все, что находится в нас от Господа, это невозможно удалить из нашей существа. Дальше мы видим о том, что для того, чтобы преодолеть все искушения, нам необходимо усердие, честность, верность в малом, доверие Господу, естественно, благословение Божие, ну и благочестивая жизнь. Искушения будут всегда, и они будут присутствовать в нашей жизни, наверное, до конца наших дней. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, что есть, так скажем, два вида искушения. Первое искушение — это проблемы и трудности этого мира. А второе — это нежные, оборожительные наслаждения, которые дьявол использует для того, чтобы соблазнить человека. Конечно, Иосиф мог выстоять, потому что он имел добродетель, и он уповал на Господа. И Господь даровал ему благодать, и он выдержал эти испытания. Дьявол действует очень изощренно. Сначала он побуждает к воровству, а потом к прелюбодеянию. И самое главное, что он убеждает, что никто не увидит, никто никогда не узнает. Но он не оставляет человека, а назойливо, постоянно идет к своей цели. Ну и для того, чтобы добиться успеха, он атакует. Давайте мы с вами прочитаем Бытие 39 глава с 10 по 12 стихи. «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело своего, и никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». И мы здесь видим, как раз-таки, каким образом дьявол действует в жизни людей. Сначала он предлагает совершить поступок, но он это навязчиво и назойливо предлагает каждому человеку и потом атакует для того, чтобы сбить человека с пути. И здесь мы также видим о том, что грех зарождается в возгляде. Прочитаем с вами третью главу книги «Бытие», шестой стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделению, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Мы видим здесь, что действительно грех зарождается во взгляде. В «Бытие» 39 главе, в 7 стихе, мы можем прочитать то же самое, что жена Патифара, она обратила взоры на Иосифа, и жена господина его сказала, «Спи со мной». То есть мы здесь видим, что грех, он зарождается во взгляде. Но Иосиф, почему Иосиф победил это искушение? Потому что благодать Божия помогает преодолеть все нападки врага, если человек верен Господу. Если кто-то занимает важное и высокое положение в доме, он не должен гордиться этим положением, а должен использовать его, это положение, как аргумент против греха. Хотелось бы еще прочитать из Священного Писания, это книга «Исфирь», 4 глава, 14 стих. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. И здесь мы видим, что действительно Господь, Он не просто дает человеку какое-то высокое положение, Он дает этому человеку возможность, чтобы он научился преодолевать грех, побеждать искушение и быть верным Господу. Если нам предлагают служить низменной похоти, то верующий человек, богобоязненный человек, он скажет о том, что это поступок ниже моего достоинства. И необходимо в этом искушении увидеть не только то, что мы совершаем грех против близкого нашего человека, а мы не просто предаем кого-либо из людей, а мы предаем и обманываем, и наносим урон Господу нашему. Потому что именно цель врага человечества в том, чтобы мы совершили это против Господа, который нас любит, который ходатайствует за нас, который желает, чтобы мы спаслись. В Священном Писании, в 25 главе от Матфея написаны такие строки, 45 стих. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех меньших, то сделали мне». И мы должны видеть, что в принципе дьявол пытается не просто, чтобы мы навредили кому-либо. Он хочет, чтобы человек мог сделать обидное Господу, который его любит. Дальше в этой истории, когда жена Патифара настаивает на том, чтобы усладить свою похоть, то мы видим о том, что Иосиф говорит, «Как я могу это сделать?» И христианин, он тоже должен точно так же понимать, что он имеет право делать только то, что законно. И в Бытие 39 главе мы читаем такие строки, это 8-9 стихи. «Но он сказал, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сего. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю, я сие великое зло и согрешу пред Господом?» И здесь мы видим, что Иосиф четко понимает, он согрешает не против своего хозяина, а против Господа. И наша цель увидеть, что когда приходит искушение, мы должны привести три аргумента. Ну, во-первых, первое — я. Может быть, кто-то другой. Они примут это искушение, но только не я, потому что я христианин, и я заключил завет с Господом, и я исповедую ту религию, которая призывает нас прославлять Отца Небесного. Второе — это грех. Грех — это зло. И грех нечистоты, он рассматривается как великое зло, и он приносит душе наибольший вред. И третий аргумент против искушения — это то, что мы совершаем грех не против человека, а против Господа. Благочестивые души, они видят, что самое худшее в грехе — это грех направлен против Господа, который любит человека, против его любви и тех намерений, которые он предлагает этому человечеству. Дальше мы можем увидеть, что Божья благодать работает таким образом. со стороны человека необходимо непоколебимое принятие решения в пользу Господа и отказ от греха. А со стороны Господа благодать Божия изливается сразу же, как только приходит это искушение, и человек утверждается в том, чтобы противостоять этому искушению. «Те люди уберегут себя от ущерба, кто будет хранить себя от злого пути». И дальше мы видим, что история набирает обороты, и мы можем прочитать, что в 12 стихе, 39 главе книги «Бытие» написано, «Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». «Лучше потерять хорошую одежду, чем добрую совесть». И вот это решение Иосифа привело к тому, чтобы он был верен Господу. И самое главное, что Господь будет проверять каждого человека до конца, чтобы каждый человек мог проявить себя в полной мере. В жизни так складывается, что честность человека, принципиальность, она не нужна в этом мире. И поэтому каждому верному человеку Господу необходимо готовиться к битве, бодрствовать всегда, потому что мы не знаем, когда придет испытание и искушение. 1 Петра, здесь написаны такие строки, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И здесь мы можем увидеть следующее, что наша задача не просто проживать день за днем, а бодрствовать и помнить, что любое искушение направлено на то, чтобы мы могли сделать больно нашему Отцу Небесному. Кстати, что касается верхней одежды. С Иосифа снимали уже два раза братья, теперь жена Патифара. И в этом мы можем увидеть, что эту одежду, которую сняли с честного человека, будут использовать для того, чтобы сделать ложное свидетельство. И мы в 39 главе также можем сейчас увидеть такой же случай, где жена Патифара, она говорит следующее. «И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой, и пересказала ему те же слова, говоря, раб еврей, который ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной». И мы видим, что вот эта одежда, которую снимает с нас, она может повлиять на ложные свидетельства, и судьи вынесут неправильные решения. Естественно, хозяин гневается, этот гнев приводит Иосифа к заключению, но Господь использует этот гнев для того, чтобы прославить себя. И вот мы должны понять, что так как у Бога есть план, в котором мы с вами принимаем непоследнюю роль, мы с вами должны понимать, что Господь будет всегда с нами рядом, и Он желает, чтобы мы оказались верны во всех ситуациях нашей жизни. И благочестивый человек будет совершать добро, где бы он ни находился, и будет он благословением для всех окружающих, которые рядом с ним. В Итие 41 главе мы читаем такие строки, 38-й и 40-й стихи. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И здесь вновь мы видим результат верности человека и верности Господа. Если человек, он противостоит всем искушениям лишь только потому, что он хочет не сделать больно Господу, если он понимает, что за этим искушением стоит цель дьявола сделать больно, обидеть, обмануть Всевышнего, если он верен Господу, то Господь его благословит. И теперь вопрос, есть ли справедливость здесь, на этой планете? Конечно, она присутствует, она есть, но давайте мы будем относиться к этой несправедливости именно с другой позиции. Любая несправедливость в жизни человека — это всего лишь тот путь Бога, который он ведет человека к совершенству. Он желает, чтобы человек четко утвердился в том, чтобы он оказался верным перед Господом. Наша задача — придерживаться того плана, который Господь имеет для каждого человека здесь, на этой планете. И когда мы с вами окажемся в непростых условиях, и когда мы проявим верность, когда мы противостоим искушениям, то тогда мы прославим Отца Небесного. И Господь ответно прославит и нас. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Благодарим вас, пастор, за наставление, за слово, которым вы поделились с нами. Ну а мы вам желаем благословленной недели. И этот день, день субботнего покоя, пусть будет мир в вашем сердце. И все, что вас тревожит, отдайте Богу. Он все усмотрит. Будем ждать вас с нетерпением. До следующей субботы. Продолжение следует...